Всем добрый день. Я приехала в Туапсе. Мы с Юрой приехали в Туапсе, в ЗАГС. Подать заявление на развод. Погодка стоит шикарная. Похолодание прошло незаметно. В Туапсе фонтаны. Может, в Туапсе все-таки переехать. Есть город. Сегодня 22 октября. В Туапсе фонтаны. И, конечно, город. Есть город. Вот он, знаменитый Чупа-Чупс, где показывает температура 19 градусов. Борцам за власть советов стоит памятник. ЗАГС находится прямо здесь. На этой площади. Правда, время сейчас обеденное. Не знаю, может, сейчас уже двух обед. В общем, пошла все узнавать. Сегодня же суббота. Ой, подожди, пятница. У людей вот свадьбы. Кто-то разводится. Кто-то связывается и узы. Браком. Так. Перерыв до без двадцати. В общем, пошла искать аптеку. Везде все в масках же. А я не взяла маску. Где-то надо купить маску. В красное-белое зайдем. Может, там продают маски. В общем, вот на работу даже требуется в красное-белое продавец кассир. Третья-белое продавец кассир. Третья-белое продавец кассир. Заходите. Вот. Чем в городе проще найти работу, чем у нас, конечно, в поселке. Купила маски. Сейчас пойдем посмотрим. Что-то ЗАГС закрыть. Не открывают. Ничего не понимаю. Короче, ребята, все закрыто. Тут вот написано, что в Краснодарском крае ты рук выра, но ничего не написано, что будет как-то работать по-другому. Так, в общем, вот телефон. Сейчас буду звонить. Хорошо. Все понятно. Спасибо. В общем, ребята, чтобы развестись, теперь надо предварительно записаться по телефону. Не знаю, везде так или только в Топсе. И на среду записались на 2 часа. Госпошлина 650 рублей. Я думала, все будет намного дороже. Ну, а мы с вами, пользуясь такой возможностью, гуляем по Топсе. Сейчас, наверное, самолет будет запускать какой-то. Давайте посмотрим. Ух ты, раз он. Вы его запускать будете? Вы его запускать собираетесь? Вы его сами сделали? Да. Да? Может, не мог сам родиться? Нет, ну, мало ли может. Может, родился. Может, купили, готовый. А, да нет. Вообще, московское изобретение, такие пенопластовые самолеты. Из пенопласта? Да. Москвичные. Ну, я долго не могу пассивовать. Хорошо, хорошо. Ветер может меня поломать. Хорошо. Извините. Видите, какие есть разные интересные люди. Только не пойму, он сам будет залетать или... Ну, у него, да, ни пульта, ничего нет в руках. Очень интересно. Вы меня хоть слышите? Я очень тихо говорю. Вот он его поставил. И, видимо, ждет попутного ветра. Самолет из пенопласта. Спустилась на набережную. Портовую. Как, не знаю, как правильно сказать. В Топсе. Рыбаки, люди гуляют. С местных карьер. Действительно, хорошо. Можно в Топсе приехать. Когда-то мы дружненько сюда с Юрой приезжали. Когда только переехали, для нас было все ново, интересно. И как-то вот так все проходит. Какая, что это, баржели? Да, стоит огромная. А ночью, как-то я еще когда-нибудь была блогером. Здесь, знаете, как интересно, маяки. То есть, вот так смотришь ночью, и везде горят вот там огни. В море, видимо, ну, чтобы заходить сюда. Чтобы корабль, там, катер, кто, не знаю, яхты не сбились с пути. Вот они, кстати, вон он плавает. Этот маяк. Прямо в воде. Может, правда, подумает все-таки еще город Топсе. Мам, ну, я не люблю. Михайловский люблю. Опять же. Ну ладно, мам, ладно. Давай один венек не пофоткаемся. Даже косошечка вот еще работает. Там люди кофе пьют, сидят. Да, ладно, ладно, ладно. Да, на каранах. Красота, ребята. Грустные, конечно, только события у меня в жизни. Ну, что поделать. Белый медведь в центре Топсе. Красавчик из камней, из белых. Дельфин. Ну, красиво, конечно. В Михайловском у нас как бы мало вот таких мест, где можно было бы пойти, погулять, посидеть, подышать свежим воздухом. Ну, по-честному говорю. Да, летом там жизнь кипит, бурлит. Но на зиму она просто замирает. Просто. А вот город все-таки есть город. Здесь вот и сейчас жизнь кипит, бурлит. Очень обидно, что в Новомихайловском на зиму все закрывается. И, как таковой, вот какой-то парковой зоны нет, где можно было бы пойти, погулять. На набережной нет такой зоны. Здесь здоровски. Даже просто выйти погулять. Крабаки сидят. Ну, ну что, возвращаемся к машине. Возвращаемся в Новомихайловский. Впереди ждет тяжелая работа. Предстоит. Надо искать жилье. Ну, в общем, вот такая поездочка в Топс. Ну, заодно свозила собак. Я же была записана на 22-е. Уже еще двух других. Почистили сальные железы. Сейчас будет им жить намного легче. Это, оказывается, надо делать хотя бы раз в год. Вот такой классный Топс. Вот такая классная погода. Настроение не очень. Ну, все наладится, я думаю. Все будет хорошо. Я вас всех очень люблю. Подписывайтесь на мой канал. Будем видеться чаще. Пока-пока.